Здравствуйте, дорогие друзья! Христос Воскресе! Две передачи к ряду мы рекламировали, показывали, знакомили вас с удивительным двухтомником, который вышел в 2016 году. Двухтомник писем отца Михаила и матушки Натальи Шик, который называется «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века». 2017 год — год под знаком размышлений о революции, о революционных событиях, о том, что было 100 лет назад, что поменялось за эти 100 лет, что не поменялось, что еще надлежит поменять, и как скоро это надлежит делать. Об этом во всем сейчас творческая мыслящая общественность размышляет, думает, проходит различные мероприятия. И вот сегодняшнюю нашу передачу, опять же, с журналистом Еленой Евгеньевной Старостенковой мы хотим посвятить именно этой теме. Здравствуйте, Елена Евгеньевна! Здравствуйте! Ну вот, тема уже более драматичная, и если мы первые две передачи посвятили с вами разговору о, собственно, непридуманных судьбах отца Михаила и матушки Натальи, то сегодня у нас, ну, такой будет более, может быть, культурологический разговор на тему, собственно, ушедшего века. В этих книгах очень много размышлений, в том числе в этих книгах много размышлений о том, что ждали от 17-го года, чего хотели, что разочаровало, что поразило, что, собственно говоря, заставило рвать волосы на голове, потому что, действительно, в ужас многие пришли от того, чем это все обернулось. И мы уже как-то встречались с нашим общим знакомым Ильей Груздевым здесь, обсуждали такую замечательную акцию, как молитва памяти, и мы говорили о том, что, ну, современная Россия крайне нуждается в общенациональном покаянии, но не в таком лубочном варианте, какой был у нас в свое время в одном из Владимирских монастырей, когда всех созывали и везли к памятнику царя Николая, и у царя Николая почему-то просили прощения за то, что его убили, а покаяние в самом глубоком смысле этого слова, покаяние как перемена ума, покаяние как перемена жизни, как резкий поворот от чего-то к чему-то. Вот об этом покаянии мы говорили, я предлагаю сегодня эту тему вновь поднять, потому что чем больше людей об этом говорит, чем чаще об этом записываются передачи, тем, я думаю, что будет больше эффекта, вода камень точит. Ну вот, начнем с того, что перед нами двухтомник именно священника, священно-мученика, расстрелянного в Бутове, на Бутовском полигоне, человек, который, как вы уже говорили, в двадцать пятом году сознательно, решительно, как некое такое хлесткое заявление общественному вкусу, вот, да, рукополагается, тогда, когда принято было, наоборот, бежать, когда надо было садиться на пароходы, уезжать куда-нибудь за рубеж, в эмиграцию, а он, наоборот, в двадцать пятом году не просто не бежит, он еще и принимает САН, служит потаенно, зная, чем ему это все грозит. Вот вопрос такой, мы сейчас живем все-таки с вами в эпоху, это, в общем-то, не скрывается даже нашими государственными структурами, министр образования предыдущий как-то даже сказал, что наша задача — воспитать высококвалифицированных потребителей, вот, мы вот живем в эпоху, которая формирует из нас, ну, таких вот мещан, мещан духа. И вот, как вам кажется, каковы сущностные характеристики такого мещанина? И, может быть, отец Михаил об этом мещанстве, собственно, тоже писал, матушке Наталье? — Ну, вы знаете, наверное, такими терминами и такими словами они не оперировали, но оперировали словами, которые очень похожи по смыслу. И они говорили друг другу о том, что они считают далеко не главным в своей жизни любое материальное благополучие. При этом это был вполне сознательный и свободный их выбор. К этому, вот, к такому выбору лежала их душа. Это была их собственная, невоспитанная кем-то, в том числе не навязанная министром образования, точка зрения на жизнь. И, насколько я понимаю, ответ на ваш вопрос лежит как-то вот в такой плоскости, что, ну, и с точки зрения вот отца Михаила и Натальи Дмитриевны, да и с моей точки зрения, каждый в конечном счете несет сам ответственность за свою жизнь. И не только министр образования влияет на то, кто из нас вырастет. Это мещанин, утонченный потребитель или аскет и подвижник. Надо понимать, по-моему, просто каждому человеку нужно понимать, что в конечном счете он сам один стоит перед Богом и сам отвечает за свою судьбу. И должен совершить свой выбор. И за свой выбор, в общем, заплатить. Мне кажется, что в массовом сознании очень велика потребность найти какие-то очень простые рецепты, которые, ко всему, ко прочему, не потребуют от тебя никакого труда. То есть ты чего-нибудь требуешь, и тебе вот это вот непосредственно дается. Ты пишешь письмо президенту, и тебе там дают квартиру, строят дом и вообще устраивают свою жизнь. Ну, в общем, история же достаточно, по-моему, внятно показала, что это иллюзия, которая очень опасна. И заканчиваются они, в общем, так... В общем, заканчиваются они ничем. Люди остаются разочарованными в своих ожиданиях, в общем, разочарованные в своей жизни. Так вот, сколько ни стоит очереди на квартиру, в общем, известно, чем это заканчивается. Кому-то повезет, а большинству-то, между прочим, не повезет. Но вот в этом... В этой жажде потребления, мне кажется, еще такая вещь наличествует. Как вы правильно сказали, отца Михаила-то никто не воспитывал, в том смысле, что никто ему не навязывал свою точку зрения, никто из него ничего не формировал специально, нарочито. Скорее, он какие-то вот что-то впитывал, и это определенным образом преобразовывал в своей жизни. И уже, в общем-то, мы видим жизнь отца Михаила, которая преобразовала какие-то уроки этой самой жизни. А у нас очень печальная тенденция вот с этой претенциозностью, о которой вы сказали, претенциозная поза такая, с кулаком обращенная к небу. В первые годы после революции любили ставить такие памятники рабочие, с кулаком обращенным к Богу. Ну вот, мы тебе покажем, или мы там от тебя там потребуем, мы тебя, если что, там за грудки-то возьмем. И при этом, при всем, я думаю, что спрос рождает предложение. То есть, когда из нас начинают формировать, это означает, что мы сами добровольно отказываемся вот от той работы, которую в том числе проделал отец Михаил, матушка Наталья, вот как по преобразованию себя. Мы не ценим и не умеем ценить в том числе свою свободу. Нам все время хочется ее кому-то передать. Самое печальное, что мы наблюдаем это даже в церковной среде, когда прибегают какие-нибудь миряне и говорят, вот батюшка, благословите меня устраиваться на работу, или там, благословите меня уволиться с работы, или благословите меня, а куда мне поехать? Вот у нас есть как некий вот шар, со святой водой, я не знаю, с чем угодно, то есть как некая святыня свобода, и мы постоянно не знаем, что с ней делать. Вот в этом смысле, вот этот двухтомник, потрясающая визуализация, того, как человек, находясь вне свободе, ну то есть когда его помещают в тюрьму, когда его ссылают, когда от него вообще ничего не зависит, как кажется, ничего не зависит, в этот момент он обретает невероятную свободу. Это вот был замечательный, замечательный фильм у Сергея Соловьева, который заканчивался фразой «Никто и ничто не может нам помешать быть порядочными людьми». Вот немножечко о свободе. Я бы вот хотел спросить вас, вот вы читали эти письма, размышляли, рефлексировали, думали, может быть, делились впечатлениями со своими родными, близкими. С чего начинается свобода? Вот с чего начиналась свобода отца Михаила? Вот в какой момент, вот есть ощущение, ты читаешь письмо, ты чувствуешь перед тобой, ну, тотально свободный человек. У него можно забрать все. Это как евангельское, да? «Не бойтесь убивающих тело, душу вашу не могут тронуть». Вот в какой момент эта свобода начинается? Ну, вы знаете, наверное, у каждого она все-таки начинается в свой какой-то особенный момент. Но судя по тому, судя вот по письмам, можно сказать, что и те люди, которые достигли наивысшей, наивысших степеней свободы, прошли через определенные искушения. То есть искушения обязательно на этом пути возникают, и добивается свободы только тот, кто через эти, сквозь эти искушения проходит и не поддается. И характерно, что этих искушений, ну, вот на примере, скажем, вот этой переписки это видно, и я думаю, что многие другие труды такого рода, что эти искушения даже нарастают по мере того, как человек продвигается к этой свободе. И действительно даются, каждая новая ступенька свободы дается даже как бы с неким большим трудом, чем предыдущая. Ну, это действительно вопрос человеческого выбора. А то, о чем говорит вот эта книга переписки, и то, о чем говорит говорят между собой отец Михаил и матушка Наталья, наверное, звучит следующим образом, что тот, кто поверил в то, что твои вопросы жизненные за тебя решит кто-то другой, не ты сам, а кто-то другой за тебя решит, тот поверил в иллюзию, и закончится это плохо, и закончится это тем, что твои вопросы, эти вопросы ты передашь следующему поколению. То есть ты передаешь детям своим не решения, а не решенные проблемы. Ты можешь сколько угодно на протяжении своей жизни бегать от проблем и рассказывать о том, кто тебе там чего не так сделал, но если ты что-то не решил сам, то все это ты оставляешь в наследство своим детям. И такое ли наследство вы хотите оставить своим детям? Вот они хотели оставить своим детям рецепты счастья. И рецепты счастья, и душевной, духовной свободы. И этими рецептами они делились со своими детьми. И я вам должна сказать, что у меня вот ощущение, что и дети их прожили, каждый свою непростую, но счастливую жизнь. То есть вот этот вот рецепт счастья, он каким-то образом был воспринят, еще может быть, даже невербально, может быть, даже просто вот на основании поступков и какого-то и бытового, и церковного поведения родителей. То есть убежать-то от ответственности все равно не удается. Вот, наверное, такая примерно мысль. И есть еще одна вещь, о которой хочется сказать. Вот отец Михаил в письмах тоже рассуждает о том, почему разрушаются многие человеческие построения, в том числе там разрушаются семьи, разрушаются общественные какие-то связи. И он пишет о том, что с его точки зрения главная беда состоит в том, что люди не хотят нести свой крест. А у каждого есть свой какой-то крест по жизни, свои какие-то обязанности, и попытка от них уклониться завершается какими-то неустроениями. Речь ли идет о семейной жизни, речь ли идет о гражданском обществе. Какие замечательные фразы с креста не сходят, с креста снимают. Действительно, наверное, об этом нам бы регулярно думать, размышлять. А вот коль мы уж анонсировали разговор о 1917 году, с какими настроениями встретили в переписке 1917 год матушка Наталья и отец Михаил, и в чем они впоследствии были разочарованы. Ну, на эту тему сохранились только письма отца Михаила, понятно почему, потому что их сохранила Наталья Дмитриевна, а ее письма в действующую армию ясное дело не сохранились. Отец Михаил писал в одном из писем, что он приветствует отречение государя и что он считает, что хуже, чем было при самодержаве в России уже быть не может. Вот в этом, как нетрудно догадаться, им пришлось убедиться, что хуже-то быть очень даже очень даже может. Оптимист говорит, да? А, письмист говорит, что хуже, чем сейчас, быть уже не может. А оптимист может. 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 Ну вот, жизнь показала, что может. хуже, чем сейчас, Но надо сказать, что вот письма отца Михаила о большевистской агитации в армии, они говорят о том, что он тоже недооценивал опасность этой агитации. Он считал, что на эту агитацию все-таки разумные люди не поддадутся, что эта агитация строится на очень примитивных и иллюзорных обещаниях. И, в общем, это все достаточно быстро закончится. Ну, как мы видим, это все оказалось... А вот о новом человеке, о новой антропологии, они размышляют вообще в своих письмах? Ну, что вот советский режим, по сути дела, ведь ставил еще и цель сформировать некого нового человека. Ну, там и Ленин много чего писал, и ему подобные вот сподвижники. О том, как меняется человек. Есть размышления в этих письмах? Вы знаете, я бы сказала так, что в этих письмах есть размышления на эту тему, но они тоже немножко в других словах и немножко в других понятиях. Потому что для бабушки и дедушки новый человек — это человек, который Бога в себе открывает, а не человек, который отрицает в себе Бога. Поэтому с их точки зрения отрицания Бога это скорее одичание, чем создание какого-то нового человека. И поэтому они-то рассуждали и строили свою жизнь вокруг нового человека, который преображается божественным светом, а совсем и тем светом насилие и зла, которые проповедовала большевистская агитация. для меня, например, совершенно неудивительно, что отражение вот этих советских реалий и агитации официальной в письмах просто нет вообще. То есть эти люди как будто существовали в другой реальности. Они как бы эту свою реальность, в которой они существовали, защищали от внешнего, от такого внешнего воздействия. Ну, я не знаю, там рассказывают даже такую историю, как в какой-то момент бабушка решила, что семья не будет выписывать пионерскую правду, потому что эта правда несла как бы не совсем ту правду, которую ей хотелось передавать детям. А это было наказуемо в то время? Я просто... Нет, это было ненаказуемо. Можно было выписывать пионерскую правду, а можно было не выписывать пионерскую правду. То есть была такая дилемма И сначала Наталья Дмитриевна решила, что детям нужно выписать «Пионерскую правду», потому что там были вообще какие-то очень интересные рассказы, там публиковались какие-то интересные материалы, которые дети с удовольствием читали. А потом она во сне пообщалась с отцом Михаилом, это на самом деле было уже после того, как он был реально расстрелян, это было уже в 40-м году. И заявила детям, что нет, «Пионерскую правду» мы больше выписывать не будем, потому что эта газета не нашей партии. Мы должны выписывать только те издания. И вообще очень следила за тем, чтобы дети не получали слишком много информации о новых всяких советских веяниях, очень дозированно разрешала слушать радио. И вот пыталась сохранить какое-то семейное мировосприятие, защищенное от официальной пропаганды. Что, однако, никоим образом не отразилось на общем духе патриотизма в этой семье. Есть еще тоже одна история, тоже такая достаточно грустная и трагическая. Во время отступления немцев из Малоярославца в дом пришел один из племянников Натальи Дмитриевны, который уходил вместе с немцами. Он пришел с каким-то ружьем на плече и сказал, что он уходит с немцами, что он не может оставаться с большевиками. Наталья Дмитриевна посмотрела на него с ужасом, увидела ружье на плече и говорит, «Ты что, будешь стрелять по своим?» Он сказал, «Я и буду, какие же они свои для нас с вами, Наталья Дмитриевна?» Он сказал, «Немедленно покиньте мой дом». Вот национальные чувства и понимание, что Россия — это та родина, которую надо защищать, и которой принадлежит она и принадлежит весь ее род, оно было непоколебимо. Но для нее советская пропаганда и патриотизм — это были понятия совершенно разные. Вот в этом умение отличать, наверное, одно от другого. Умение видеть, собственно говоря, некую сердцевину, сердцевину, наверное, и заключается в том числе… Ну вот когда я спрашивал, задавал вопрос про свободу, мне кажется, в этом и есть свобода. Еще иначе об этом Мария Инна Ивановна Цветаева писала, что я привыкла, принцип моей жизни — быть над схваткой. Вот это действительно, кто-то… Происходит какая-то схватка, жизнь как схватка. Вот. В этой жизни сталкиваются разные меркантильные и не очень там интересы. А ты высвобожден от этого всего, и ты можешь видеть свой народ своим народом вне зависимости от цвета камзола, который на тебя одет. Ты свободен видеть в человеке человека вне зависимости от того, какие речевки он произносит. Вот. И в этом смысле, конечно, это и есть подлинная настоящая свобода. Та свобода, которой, к сожалению, к моему большому, вот я наблюдаю, нет в наших современниках. Вот. Но ее очень мало. Потому что мы мыслим там одним каналом телевизионным, вторым каналом телевизионным. Нам преподносит одну правду на блюде. Мы ее спокойно кушаем, потребляем. Вот. Ну вот у нас совсем осталось мало времени, буквально тоже вот две минутки. Хотелось бы закончить на мажоре, чтобы не выглядело так, что мы сегодня встретились на какой-то такой советской кухне. Вот. И за не очень вкусным чаем, ненатуральным, сидим и обсуждаем, как все куда катится. Вот мне бы хотелось сказать, спросить об общине. Потому что все-таки одно, ну и мы с вами уже говорили о Мечовской общине, которая помогала матушке Наталье. И вообще, в принципе, вот, наверное, в это самое время некая общинность как явление, как феномен, она как-то начинает вылезать на поверхность, начинает прорастать. В какой-то момент, когда брат убивает брата, все прут друг на друга с ружьями, в какой-то момент в самых светлых головах рождается подлинное понимание того, что Россию спасет, собственно, только общинный дух. И общины начинают формироваться вокруг то церкви, то каких-то конкретных личностей, персон, вот. Вот та община, в которой находились отец Михаил с матушкой Натальей, вот просто вот вкратце о том духе, вот если можно, как вот на том духе, о том духе, на котором строились эти общины. И, собственно, чтобы это было рецептом выстраивания нашего национального. Да. Вы знаете, я попробую вот тезисно в эту одну минуту сказать очень много всего. Во-первых, я хочу сказать, что отец Михаил сознательно принял решение не участвовать в гражданской войне ни на стороне белых, ни на стороне красных. То есть его жизненное кредо состояло в том, что стрелять в своих и устраивать гражданскую войну и какие-то междоусобицы братоубийственные недопустимо. второе. Мне представляется важным сказать сегодня, что мы не добились полного понимания того, что происходило в годы террора, и мы не смогли в полной степени осознать последствия всего этого дела для страны, причины этого террора. И, соответственно, мы не очень хорошо понимаем, сделали ли мы все необходимое для того, чтобы это больше в истории нашей страны не повторилось. Что касается общинного духа и вообще такого вот человеколюбия, которое помогает людям выживать, то действительно на протяжении истории 20-30-х годов и на примере нашей семьи, и на примере многих других священнических семей видно, что под знаком милосердия, под знаком исполнения христианских заповедей люди объединялись для совершения совместного подвига и само по себе вот рождение детей и воспитание детей было подвигом, который тоже требовал совместных усилий. В одиночку мало семей могли с этим справиться. Это было в нашей истории и интересен этот феномен тем, что такие общины существовали и функционировали, будучи географически разделенными. То есть люди объединялись, оставаясь один в ссылке, скажем, в Казахстане, другой в Москве, третий в Муроме, четвертый где-нибудь в Петушках и так далее. Совершенно не случайно вот какие-то мемориальные комплексы, которые в том числе посвящены вот таким общинам, они создаются вот в России в самых разных местах. Вот. Конечно, конечно, очень бы хотелось, чтобы вот этот дух общинности сохранялся и в наши дни, когда, казалось бы, связи между людьми так просты, так незатейливы, то есть вышел в интернет и установил связь. Но жизненный опыт показывает, что это очень поверхностные связи, нам легко поделиться друг с другом фотографиями о том, как мы там на отдыхе где-то на слонах катаемся, и очень туго идет дело, когда нужно действительно друг другу помочь с чем-то конкретным, бытовым и приземленным. Спасибо. Елена Евгеньевна, спасибо вам большое за столь содержательный диалог и за столь важные слова, которые мы заканчиваем сегодня передачу. Спасибо вам большое. А с вами мы, дорогие друзья, прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Христос воскресе. Редактор субтитров А.Семкин